Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на CD-диск. Это альбом Kylie Minogue Impossible Princess, и это русская лицензия. Я по видео про винил, у меня, кстати, есть винил, то есть такой уж альбом, я сказала, что у меня есть обзор на русскую лицензию, а сама, собственно говоря, забыла его снять, поэтому выкладываю его сейчас. Сразу скажу, ну я ещё и про винил, когда про винил снимала, говорила, что это один из моих любимых альбомов, может, даже самый любимый, если, конечно, не считать Fever, но Fever и этот, они мне, кажется, такие одинаково любимые альбомы в Kylie. Конечно, у неё такие все альбомы классные, танцевальные такие, прям, ну, интересно сюда послушать, но вот эти я выделяю среди остальных. Я купила себе диск чисто для коллекции, вообще не помню, сколько он стоил, я купила на Озоне, и вот каким-то образом попалась мне русская лицензия, русские лицензии, они отличались тем, что в них ничего хорошего не было, но сейчас посмотрим, что здесь есть, но, насколько я помню, ничего здесь нет. Вот здесь написано Special Russian Version, но это раньше такие выходили, там, в какие-то, там, знаете, 2000-е годы, вот такие. Вот, значит, это стандартная обложка, ну, здесь, в принципе, всё стандартно, обычная лицензия, вот, сзади у нас трек-лист, вот он вот так вот выглядит, как будто перевёрнут, ну, на самом деле он и перевёрнут, и здесь 1, 2, 3, 4 и так далее, то есть не цифрами, а словами написано, и вот 12 треков у нас здесь, очень классный, я очень советую послушать, если вы случайно на этот обзор наткнулись, этот альбом, он очень такой вот интересный, классный, мне кажется, может быть, вам зайдёт, тем более... А сейчас, да и раньше, можно было всё послушать. Сейчас, может, ну, кстати говоря, Кайли, по-моему, так и осталась на стриминге у нас, на российском, так что можете заценить. Давайте дальше смотреть, так у нас выглядит внутренность, вот, здесь, ну, вот этот значок, если вы про винил смотрели видео, то там тоже этот же значок фигурирует. Здесь, опять же, произведено в России, там тролливарь, что-то по-русски тут написано. Что у нас внутри? Внутри у нас рекламка, кстати говоря, вот этот разворот, по-моему, такой же был в виниле, но я, честно говоря, не помню, если что, ну, посмотрите, поправьте. И что у нас здесь? Здесь у нас мелко-мелко написаны создатели песен. И рекламка, кстати, интересная здесь, вот, альбом Кристина Стрип, Туитни Хьюстон, Анталия Рейра, там, вот, Натокин, Аврила Вин, там, и так далее. Вот, у меня, кстати, есть обзор на стрит. Вот, турмалин у меня есть, правда, пиратская, насколько я понимаю. И здесь анкета. Вот, ну, как-то так. Ну, видно, что старый диск, вот, но, тем не менее, это всё-таки лицензия, да, не палёнка. В то время это было модно. И, кстати говоря, написано, что это 97-й код. Вот, я вам тут приблизила, решила посмотреть. Так что, вот такой вот у меня диск есть. Я думаю, что в иностранных версиях там повеселее всё. Может, там буклет какой и так далее. Ну, вот, как бы, что купила, то и купила. Взять к нам, посмотрите, обзор на винил. Такой уже альбом. В честь 25-летия выходило несколько разновидностей винилов. И, ну, там отличалось, насколько я помню, цветом винила, да. Там, по-моему, и кассеты выходили. И у меня есть один из них. Если вам интересно, то посмотрите. Огромное спасибо за внимание. Заходите на мой канал. У меня есть кое-что с Кайли. Немного, но что-то, может быть, найдёте. И не только с ней. И ещё раз спасибо. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok